Храм культуры, наследие потомков и хранилище исторической памяти. Музей даёт возможность взглянуть сквозь столетия. Сегодня дистанция между музеями и публикой всё меньше. Работа ведётся не только для посетителей, но и вместе с ними. К тому пример выставка «Тыловое детство» в Самарском литературном музее. Это истории современных жителей Самары, реальных людей, которые принесли свои воспоминания, свои какие-то фотографии, свои вещи. Они принесли их в музей для того, чтобы музей поработал с ними так, чтобы другие люди это увидели. От музейного работника это требует новых компетенций. Это требует большей, на самом деле, ответственности и большей вовлечённости. Так называемую культуру участия в российских музеях практикуют около трёх лет. В то время как американские коллеги вовлекают аудиторию в свою работу с начала двухтысячных. Поэтому взаимный обмен опытом между музейными работниками разных стран интересен и эффективен. Я узнал очень много о российских музеях, о том, как они организовывают выставки, как в этот процесс вовлекаются люди. Это меня очень обогатило. Я привезу домой множество великолепных историй о России. И очень надеюсь, что многие из них вместе с бесценным опытом я увезу в свой музей. Американские музейщики уже посетили коллег в Екатеринбурге, Перми и Тольятти. На очереди визит в Санкт-Петербург. Марина Кравцова, Алина Чемерис, Алексей Золотенков. События.